Да здравствует рабочая неделя! Всем привет, мои друзья! Сегодня утро у нас начнется с того, что я, наверное, заеду заправлюсь, да? О, смотрите, стоят школьники, готовятся к получению новых знаний. Но мы эту школу уже прошли, и теперь приходится использовать ее на практике и получать за это бабос. Сейчас подъезжаешь к заправке, топливо у нас 3.05, да? Ну, в общем, дорожает и дорожает. Пропустим человечка, в Америке это принятая тема, пешеход везде герой, попробуй ты ему что сделай. Ну, в принципе, так всех действует, даже иногда уже, когда и сам на дороге, уже понимаешь, что оно работает так. Так, ну что, что там у нас сегодня по ценам на все остальное? Сейчас посмотрим. Да-да-да! Итого, утречко утро! Ну, наша задача попроще. Мы уже заправляем земное топливо. Ой! Не проснулся, крышку не открыл, а уже машину заправлять включу. Ладно, пойду заправлю себя тоже. Судо, мороженое, вода. Тут майского кофе. Минус полтинничек на счет, кофе в руках за 1.50, теперь можно смело отправляться в бой. На самом деле, сейчас еще не бой, сейчас просто эстимет. Там нужно закрепить какие-то ручки, что-то повесить. В общем, я сейчас приеду, скажу цену. Если понравится, тогда и будем сражаться. А пока просто едем. И пьем кофе. Ну, такая штучка, надо ее открыть все время. Ай-яй-яй, самое главное не разлить. Время езды. О, ерегал. Ой, вкусненько. Нам нужно было сделать... Надо будет подчинить ручки, которые, чтобы вот так вот не делались. Здесь есть вот этот вот лайт. Какая-то шкона рога, чтобы вы понимали. Ребята уже над чем-то работают. Надо вот это вот подчинить. Надо, не знаю, чтобы сделать пару фоток. Итак, все, мы договорились. Работа подтверждена. Будем делать ее на следующей неделе, когда у них там выходной, пройдут все инспекции. В общем, пошло и поехало. Надо, ну, вы видели, да, поджать ручки. Ничего сильно тяжелого. Попросили закончить это целый день. Там еще попросили такой патюлайт повесить, но это мелочи все. Сейчас у меня следующий заказ. Человек пишет, говорит, Вова, garbage is bottle, кликаем. А он не работает. Ну, скорее всего, клавиши из-под низа, либо сам предохранитель. В общем, одна и та же поломка. Ну, в самом худшем варианте, это будет просто он сгорел. Его нужно будет поменять. Сейчас 100 долларов, 100 пудов должны заработать. Ну, как минимум я. Ну, что вы понимали, там старый, непонятный, хоть новый, непонятный гарбид диспоузер. Предохранители посмотрим. Вроде с ними все. Там не стандартный, там нету клавиши сброса. Так что, какой вариант, он сгорел, придется его переставлять. Да нет, все нормально, брекеры. Проблем не вижу. Не то, что был старый, он просто самый дешевый у нас. Ну, самый дешевый, так самый дешевый. Не, не, я нашел клавишу вот здесь, я что-то нажал, вроде как. Погнал заработать, надеюсь. Уже хороший звук, и теперь осталось подумать, как его, блин, прокрутить. И вот он, дешевый карпач использовал. Негде прокрутить его вообще. Все, сделано. В общем, что я сделал, взял просто такую вот отвертку. И тут-то с силой прокрутил сверху. Ну, там, на самом деле, сильно даже усилий я не давал. И все, он заработал. Хозяйка довольна, я доволен, деньги получены. 110 долларов. Итак, следующий заказ у нас уже в расписании. Сейчас нужно подключить кресло для педикюрчика. За работу уже одобрена, я только что сделала стиммейт. Заплатят в районе 300-350 долларов. Я, наверное, расскажу 300. Я думаю, что там все пойдет по маслу быстро и хорошо. Осталось только купить материалы, которые мне нужны. И сразу обратно на работу. Главное, мне нужны трубки, трубки, грязные трубки. Я же не здесь, в следующий день. Все, вот это вот уже выглядит как мое. Короче, вся мафинация у нас будет такая. Нам нужно джик-джик-джик. Вот такую конструкцию сделать. И все. Так, мне, наверное, еще надо вот этот адаптерчик. Ну, я уже выбрал. Просто я положил, чтобы удобно было снимать. И все. Единственное, чтобы подкорректировать длину трубок. Все. Работа будет закончена. Я думаю, даже меньше, чем за час справлюсь. Короче, вот седуха, которую нужно поставить. И поставить ее нужно неправильно. То есть у меня есть дрына. Вот эти вот так, вот так, и так. И помпа потом будет выкачивать всю воду. Поэтому, ну, блин, что заказывают, то и делаем. Ну, дизайн сделан в пол. Пол хозяева запрещают нам скрывать. Да и в этой слишком для нее дорого. Поэтому мы будем делать, как просили. Вот тут у соседей сделан точно так же. Они чик-чик-чик вывели сюда. Я сейчас откручусь здесь. Посмотрим, может быть, тут я могу в clean out. Но вообще это неправильно. Поэтому будем делать так сюда. У меня тут маленькие влечения. Потому что кто-то, кто предыдущий установщик, блин, на меня стретил он сюда. И я не могу полностью закрутить. А если полностью не закручу, то, возможно, потечет. Поэтому я сейчас мучаюсь. Как казалось бы, простое соединение. А теперь меня создало довольно больно минут 10-15. И теперь путем моего любимого вонючего праймера и клея начинаем клеить. Леговый свет уже готов. Сейчас делаем поворот вниз. Потом поворот. Идем вниз, поворот вниз. Ну, в общем, вы увидите уже готовую конструкцию. Это просто лего, просто с клеем. Ну что, готовы увидеть результат? Результат у нас выглядит вот так. Все подключено. Я пока не проверяю, потому что здесь достаточно прохладно. Я дам минут 15-20 этому всему застыть. Потому что у меня все равно еще есть задача. Мне нужно поставить LED-панель. Работа продолжается. Стандартная процедура. Проверяем, что у нас все здесь хорошо. Вспоминаем клавик. Вот со временем работы почему-то мертает. Начинаем. Вспоминаем наши отверстия. Вынимаем все. Разбираем. Не лезет. Ну ладно, сейчас я все сделаю. И смотрим на готовый результат. Ну и вот он, готовый. У-у-у, льта какая яркая. Мне нравится. Так, вот, чтобы вы понимали, я уже еще две люстрочки сделал. Попросили. И походу еще. Придется мне доделать еще две. То есть в итоге будет шесть светильников сегодня. И самый прикон, который я вам сейчас расскажу, это то, что, во-первых, лампочки работают, это уже хорошо. Мне нравится. То, что я делаю сейчас кресло, оно не работает. Короче, то кресло, которое подсоединяло, у нее нету насоса. Я не спросил у вас, насос в кресле есть, чтобы когда вы хотите с питьем, но все сливалось. Потому что по-другому система не работает. Вот этот зигзаг, который я там сделал, не работает. Она сказала, что есть. Я сделал. Подключаем. А его нету. В общем, сейчас два варианта. Либо ставить насос, либо бить стену. Она сейчас определяется, что она хочет. Потому что она на самом деле сейчас уже расстроена, клиентка, что 300 долларов выкинула на воздух. Что поделаешь? Такое бывает. А я спрашивал. Не, извиня, реально скучный процесс сейчас становится. Одно и то же. Делаешь и извиняешь. И вот он рабочий день, когда он подошел к концу. Так приятно поворачивать к себе домой. Когда все заказы закончены, в итоге мне пришлось в 4 комнатах поменять свет. И я очень счастлив, что я не согласился за те 50 долларов. Хотя некоторые из вас меня там прям... Вова, ты что, даже за 50 долларов, сколько ты мог заработать? Как я вам обычно и говорю. Ребята, всегда нужно знать себе цену и уметь себя ценить. Иногда лучше отказаться, чем согласиться на заниженную цену. Потому что так об вас будут думать окружающие. То есть, ну, блин, значит, с ним можно торговаться. И его работа ничего не стоит. Он просто на дурака там цену называет или еще что-то. И вот сейчас даже по их рекомендации у меня еще два клиента. И они говорят, что мы знаем, что Владимир, если берется, то он сделает четко, толково. Ну, не считая, что этой девушке, блин, ну, я не знал, что у нее там помпы нету. Я предложил, что я переделаю. Она там думает, стоит мне это... Стоит это ей делать или нет. Ищет пути и средства. Думает, говорит, я может просто ее приподому, чтобы она скатывала. Ну, в общем. Дело в том, что всегда себя цените. Это я возвращаюсь в флешбек такой далекий-далекий. Всегда цените себя. Не недооценивайте себя. И все у вас будет нормально. И все попрет. Вот. Ой, если на самом деле я... Я сказал, сколько я заработал? Нет. В общем, 102 доллара за люстру. 8 люстр я светильников повесил. Это 960 долларов. Ну, нормально же, да? Блин, я готов каждый день вот так вот работать. Если бы только вот давали такую вот работу, чтобы прямо целый день. И вот столько. И так полгодика поработал, полгодика можно отдохнуть. Ну, нет. Если бы, наверное, весь год давали... Ой, бордюры, бордюры. Если бы год давали, я бы год, наверное, и фигачил. Так, ну что. Ну что, паркуемся, идем, смотрим, что там делает моя любимая супруга. По-любому, там уже что-то приготовил. Либо думает. Видите, как меня встречают. Сразу с поцелуями. Что-то уже вкусненькое готовит. Что там, Даша, уже не готовит. Бускар. Сип-сип-сип. Каши варятся. Ну что, Даша, бедными не будем, я денег заработал. Должны трипод приехать, брать. За сколько? 320. Фига себе. У нас в полиции был, в Дашиной, трипод за... Трипод это штатив. Который новый стоит 500 долларов. Он в хорошем состоянии. Там Даша пока бомбит. Так что сейчас еще 300 долларов заработаем. И пока Даша делает ужин, походу на продаже придется быть мне. Где этот трипод? Вот он. Смотрите, какой блатной трипод у нас. Manfrotto. Мне просто он не нужен, на самом деле. Так можно было бы себе ставить. Inspire your image. Ладно, я не знаю, надо, наверное, человеку будет снять, чтобы показаться, как он выглядит. Чтобы он был... Ну тут такой достаточно... Ох, серьезный. А знаете, почему его вернули? Когда его вернули, вот эта вот ножка была откручена, и она просто вышла. И человек не смог починить, а я ее закручиваю, и все. Все работает. Ну вообще, вот, нифига не используем. Вот эта голова вообще серьезно, на самом деле. Как много вы делаете? Ну, мы просто не использовали. Просто не использовали. Гаечка. Пришлось торговаться. Почему? 20 долларов подал. Почему? Потому что там спрей была. В смысле? Вспомнишь? Красная пыль на этой штуке была? Да. Не должна была быть. Я бы сновил точку. Короче, кто-то покрасил штатив краской. Я говорю, ну мне не очень нравится. Говорит, можно 20 долларов? Ну давай. 300 долларов все равно офигенно. Сразу третья часть палета отбилась. Да? Ладно. Что там? Что ждем? Скоро. Сколько скоро? Сунь, бабечка, сунь. Ждем. Не показывай там, кто-то это. Он горел? А я люблю такие. Ну, эти, которые... Нет, которые сбоку, а эти... Это мне не нравится. А? Ага, илья. Это мне тарелка? Это вот себе. Ага. Это особая тарелка, что ли? Ммм. Особая тарелка. Ладно. Что? Окунаемся в ужин. Ой, мой любимый салатик. Всем спасибо. Не нравится? Знаешь, что? Сразу зубочистка, чтобы потом не выпемривался. Нам приятного ужина. А вам до следующего видоса. Всем пока. Облизовец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok